Наставим Владимирского торпеда. Александр Николаевич Горбачев. Александр Николаевич, наверное, болельщики покидают трибуну, задаются вопросом. Что случилось, что произошло и что делать дальше? Ну, это случилось не сейчас, не сегодня в этой игре. Это случилось еще летом у нас, когда покинули команду Амаров, Поляков. Плюс травму серьезно получил Закиров и Горбачев. Считайте, четыре человека, но это почти полкоманды. Костяк, который определял игру в обороне, у нас все было надежно. И вот как бы резко упал уровень команды. Поэтому по этой игре, да, ну, первый тайм как-то еще держались. Вот, но все равно чувствую, что запаса прочности нет. Запаса прочности нет. Вот, любой момент мы можем пропустить. Вот, ну, а второй тайм уже соперник дожал, скажем так. Додавил. На замену Глинского в начале второго тайма, чем она вызвана? Ну, я смотрю на него, он прямо уже не понимает от усталости. Спросил у него в перерыве, как ты себя чувствуешь. Ты играй. Это всего лишь игра в футбол. Это самое страшное в жизни, наверное, это смерть. Да, вот, ну, на него смотрю, а он, его надо менять было, срочно, прям, срочно менять надо было. Вот, ну, дело не в Глинском. Дело как бы все равно, Костяк есть у нас Хохлов, есть Чувилов, есть Далиев, есть Перфилов, да, есть Краснов, там, Голубь, они же определяют лицо команды, Костяк, да. Надо смотреть на молодых, что они где-то не дотягивают. Надо самим брать инициативу в свои руки и самим, как бы, в таких играх показывать характер. Не смотреть там, да, еще раз говорю, там, на Глинского или там Скворцова, да. Вы же опытные футболисты, вы на хорошем уровне играли и хорошую игру показывали. Вот, что с вами, как бы, случилось, да. В таких играх, наверное, характер показывать. Характер, когда не получается, ну, значит, надо через «не могу» и надо тогда сопернику не давать играть. Вспоминая себя футболистом, да, ну, в таких играх я бы точно бы, я не знаю, желтую какую-то заработал. Ну, судя вообще, по мне, одной желтой сегодня дал. Ну, да, уже раз не получается, как-то разодлезь, да, на результат, на себя хотя бы. Вот это больше всего вопрос задаю, что случилось. Ну, хорошо, нет четверых, да, ну, дальше дух команды где? Дух. Можно теории давать, можно установки давать, можно все красочно сделать, все разжевать. Но дальше футболисты – это основа футбола. Они определяют все твои, не определяют, они осуществляют все твои задумки. По весне, в принципе, в каждом матче ребята бились, боролись, глаза горели, а вот сейчас какого-то такой вот искры нет вообще. Пустота, пустота, не знаю, спрашиваю у них спокойно, вот после игры, что случилось. Молчат. Нету, нету, нету какой-то энергетики, нету такой заряженности на результат. Понятно, мы как тренеры, да, мы мотивируем, мы все показываем, мы тренируем, что-то, что-то случилось. Ну, опять же, да, уровень упал, нет там четверых, да, ну, это же, ну, другие футболисты пришли. Пришли они к вам, не вы к ним, они к вам, к костюку команды. Команда есть, и мы должны как бы их принять и рассказать им про свои принципы, про свои законы. Очень крепкая команда была за вот эти, сколько я работаю, полтора, чуть больше, да. Ну, наверное, самая бездарная вот сейчас такая игра. Ну, вы в конце тайма второго начали делать много замен, связано ли это с чем? Ну, я же вижу, что уже, ну, игру-то эту не спасешь, не вытащишь, да. Наоборот, у соперников все больше и больше моментов появляется. Ну, и тут как бы немножко дать отдохнуть Краснов, там Голубь, да, Фахов, Далиев, уже понятно с ними. Ну, и посмотреть немножко молодежь. Молодежь в такой игре. Ну, информация, информация есть. И как молодежь? Ну, слабо пока, слабо. Молодые парни по 17-18 лет, вот, Зенит-2, да, надо выходить, цепляться за свой шанс. Есть у тебя 5 минут, 7 минут, 10 минут, цепляйся. Цепляйся и давай. Пока четкое понимание есть по молодежи, да, и по своей команде. Ну, опять же, знаете, может не уверенность пошла, потому что нет побед. А уверенность, что такое уверенность? Это как бы память о твоих успехах, да. И память о твоих победах. Побед уже давно не было. Может ли кубковый матч стать какой-то отправной точкой? Ну, конечно, это же, я говорю, все в наших руках. Мы же, как бы, слабее в атаке точно не стали, да. У нас остался Краснов, Естеров, там, Тимофеев, Хохлов, Давиев. Голубь появился, разнообразный игрок. Хорошо, до следующей игры.